Привет, друзья! Вот мы при Бехаре в Таллинн. Будем здесь полтора суток. Сейчас идем селяться в хостел, в планах погулять по старому городу, возможно посетить новые кварталы, ну и просвернуться по кабакам. Собственно, мы с этого уже и начали. Посетили Лидо. Если это можно назвать кабаком. Ну да. Стиль Лидо выпили по пилу, уже по сосиске съели. А сейчас днем вписываться в хостел и гулять, гулять, гулять. Наш хостел располагается в самом центре старого города Мунтенхоф. Ну все, собственно, вписались мы в хостел. Вроде с виду неплохой хостел, потом очень про него расскажем. Так вот, пошли гулять. Пошли гулять по Таллину. В Таллинн я уже не первый раз, поэтому первый раз, товарищ. Буду ему показывать, рассказывать. Но я отсюда помню только кабаки, неплохие, хорошие. Это уже неплохо. Да, это уже пол-дела, больше пол-дела. Ну и все, сейчас пойдем в верхний город поднимемся, или Выжгород, или как он там называется, вроде так. И будем шататься по городу. И вам об этом покажем и расскажем. Сходу решили двинуть в самый центр, на ратушную площадь. Вот, короче, самый крутой ресторан Таллинн, Олдаханса. Здесь даже был, ну как был, вошел в туалет. Там, да, все красиво сделано. Прямо средневековье. Прямо так атмосферненько и круто. И очень дорого. И официанты национальных одежды, да? А, нет, официанты там в таких средневековых одеждах. Типа, это не чисто эстонский, а именно такой средневековый ресторанчик. Ну, идем дальше. В общем, пришли мы на главную площадь Таллина, ратушная площадь. Здесь ярмарка. Ну, площадь не особо большая, не дворцовая, конечно. Но здесь так плотненько. Все заставлено киосками, лоточками. Ну, продаются какие-то шапки, шарфы, всякие непонятные свитера. Глёг по 2 евро. О, Глёг есть за 2 евро. Гринтвейн есть. Ну, и вот всякие кепки Лужкова и Лужкова. Кричат. Ну, короче, я не могу, не без. Возможно. Ну, в общем, так вот все здесь. Вот, кстати, сцена. Видимо, здесь будет какое-то даже мероприятие. Может быть, вечером даже баня зажжет. Со сцены прыгнет, да? Стоит джампинг в Европе. А вот, собственно, ратуша Таллина. Так, ну что, идем в верхний город. Верхний город, как я помню, как мне рассказывали, есть два пути. По так называемой короткой и по длинной ноге. Но сейчас мы как-нибудь поднимемся, какой-нибудь из них поднимемся, какой-нибудь из них спустимся. Так, пришли к колодцу. Блин, я забыл про колодец, про эту тему какую-то. А вот там вот, на этом здании, вот там вот, наверху окно, вот такое вот. Это нарисованное окно. И, по-моему, называется чертово окно. Типа там кто-то из колдунов, из чертов или какая-то там черная магия жила. И поэтому так, кто нарисован. Такая вот, типа, легенда для туристов. Ну, просто закрытое окно и просто нарисованное окно. Почему, я вот не помню. Мне рассказывали, а я все забыл. Я ж по кабакам, идем дальше. А это церковь Святого Николая или Нигулисты. Ну, вот, собственно, путь в Выжгород по так называемой короткой ноге. Вот нам туда. Смотрите, какая дверь. О, блин. Во, вообще огонь. И вот мы, собственно, с короткой ноги вышли на длинную ногу. Вот туда вот такой спуск пологий. А мы идем наверх. Так называемый Выжгород или Верхний город находится на холме Томпиа. Собственно, здесь находится замок Томпиа. По-моему, Томпиа так называется. Ну, если что, поправьте меня. И здесь находится башня Длинный Герман, на которой поднимается самый главный флаг Эстонии. Это у нас православный храм Таллина. Верхний город, или Выжгород, он своего рода такой правительственный квартал. Тут находится парламент Эстонии, также всякие генеральные консульства, посольства. Вот, поэтому он такой нетусовочный, недвижовый, так сказать. Ну, зайти сюда стоит, потому что здесь крутые смотровые площадки. Сейчас мы к ним пойдем. А это Домский собор. Он посвящен Святой Деве Марии, один из старейших храмов Таллина. Ну, вот, собственно, и прибехали на самую, наверное, центровую смотровую площадку с верхнего города на нижний. Вот отсюда видна башня Тик-Нде-Кёк. Вот как раз длинная нога, по которой мы будем спускаться по улице нижнего города. Класс! В общем, советую всем сюда подниматься. Вообще, самая крутая обзорка, это он стоит в церкви. Туда нужно подниматься по крутой-крутой лестнице. Там вот как раз, где шпиль начинается, там вот как раз площадка для обзора. А там вот круто по кругу можно пройтись, прогуляться. Я там был как и давным. Ну, а не знаю, зимой ли пускают или нет. Но было летом. Так что там круто, советую. Пробежались мы по верхнему городу. Небольшой такой, там, где можно погулять. Ну, в основном, смотровые площадки. Остальное все здание государственных институтов. Академия наук, посольство, консульство. Мексиканское посольство. Короче, вот. Сучом. Раньше здесь наверху, так же как и сейчас, располагались дома знати. Князей, царей. А вся чернь жила внизу, куда мы сейчас, собственно, не идем. Ну, в том числе и ремесленники. Вот. Ну, как-то внизу мне больше нравится. Там более движовый, как я уже говорил. Все. Идем по низу гулять. В центре Каллина, в старом городе, практически нет автомобилей. Вот за исключением. А так все пешеходное, собственно, поэтому мы здесь гуляем. Прям по дорогам. Помощенным. А это бывшее здание КГБ. Старый город очень крутой. Можно очень долго по нему просто гулять до боли в ногах. Но не забывайте делать эти привалы. Что мы, собственно, и делаем. Здравствуйте. Для этого, по совету бывалых путешественников, зашли в ПАП Карио Келдер. Ну, собственно, в этом кабаке мы и упали. Идем Ля Фе. Вот по акции. Два лев или лав или ля Фе. Как правильно слово? Лев, ты, наверное, не знаю. Я не разбираюсь. Кроме Жиглевского ничего не знаю. Жиглевского, знаю, как правильно сказать. В общем, два пива по 7,90. После небольшого отдыха мы снова идем гулять по Таллину. Тем временем на улице стемнело. И в городе включили подсветку. Так что вечерний Таллинн так же прекрасен, как и в дневное время. Вообще крутанский, да? А когда в снегу, это вообще, наверное, божественно выглядит. А вот здесь уже такой провал в стене. Старый. Ну, видите, она не совсем толстая. Это, видимо, совсем раннее Средневековье. Потому что потом уже пушки такую стену бы разнесли бы на раз-два. И вот, теперь здесь машина ездит. А мы пойдем дальше по мощенной улочке гулять. В общем, по Таллину очень круто гулять. Чем-то напоминает нам Выборг, да? Согласен? Это улучшенная версия. Это Выборг здорового человека. В общем, это так, как мог бы выглядеть Выборг. В общем, кто не был в Выборге, обязательно сгоняйте, посмотрите. В общем, все. Очень крутой город, но очень круто запущен. Пришли к башне, называется Толстая Маргарита. Раньше она была прямо непосредственно около Финского залива. А сейчас... По преданиям. Вода очень далеко, да, по преданиям. Опять же, это не точно. А сейчас здесь находится музей военно-морской. Или просто морской. Но мы, конечно же, туда не пойдем. Мы пойдем гулять и в кабак. В старом городе очень часто встречаются красивейшие входные двери. Резные, деревянные. Прямо произведение искусства. Некоторые двери выглядят красивее самого здания, в которое они вставлены. Итак, друзья, после недолгой прогулки по вечернему тайну, мы пришли в еще один кабак. Вот, смотрите, там полет он. Оп. В общем, здесь акция. С 17 до 19. Два пива Alicoc. Премиум по цене одного. То есть за два пива мы заплатили 3,90 евро. В общем, круто. Всем советую. Даже снегу немного навалило. Офигенно. Хоть как-то да, по-зимнему. И вот там вот каток заливается на улице Харью. Как-то давным-давно я там катался. В один из разов присутствие в Таллине на коньках. Было круто. Вот. В Таллине повсеместно такие штуки используются. В виде бордюров, заграждений. Голуби, наверное. Ну, голубиный город, видимо. Пришли к тому месту, где раньше были Харьющские вороты. От самих ворот ничего не осталось. Только брусчаткой выложено очертание расположения этих самых укреплений. А также часть основания законсервирована. И сделаны смотровые окна на небольшие фрагменты ворот. Вот так вот они выглядели. Но это не точно. Ну, собственно, по улице Харью мы вышли на площадь Свободы. Таллинскую. И здесь заканчивается исторический, так сказать, квартал. Дальше уже более современные идут постройки здания. Так, а это уже часть Вируских ворот. Один из символов старого Таллина. Ну, что, друзья, пойдемте прогуляемся по переулку Катарины. В общем, здесь всякие мастера заседали. Ремесленники. Крайний раз, когда я здесь был, мы наблюдали за стеклодовыми. Как они делали какую-то вазу, потом ее продавали. Сейчас пойдем найдем. Может быть, сейчас тоже посмотрим. За этим самым. А еще здесь очень красиво. А это стена Доминиканского монастыря разрушенного. И здесь выставлены всякие непонятные плиты из монастыря. Что-то очень крутое и очень древнее. И очень красивое, как по мне. В общем, всякие стеклодованные закрыты. Видимо, не туристический сезон. Там уж четверг. А на Новый год здесь, наверное, будет полный рост. И туристы, и стеклодовы. Так что заходите, смотрите. В принципе, круто. Все, короче, выходим и идем в кабак. Сейчас, короче, пойдем в одно крутое место с блинами. Это место давным-давно, короче, был первый раз в Сталине. Подсказали кони московские. Сейчас пойдем туда. Все в теме. О, это место. Компрессор. Вот сюда. Ну что, друзья, заказали мы погляну с сетчиной и сыром. А для начала мы заказали все пиваса и сидураса. В общем, у меня сидр грушевый, у славы и пиво. Аликок премиум. Сейчас будем наслаждаться. Вот, собственно, друзья, у меня блин с сыром и ветчиной. Даже вот съел кусочек. Но, в общем, стоит это блюдо 4,90. Сидр стоит 3,40, по-моему. Ну, как-то так. Вот такая вот лестница наверх. Это, кстати, ступеньки очень крутые. И нам на четвертый этаж. Ну что, заходим в номера. Вот такой вот у нас двухместный номер. С раковиной, со стулом, со столом, с тумбочкой, с двумя кроватями. Шкафонер даже присутствует. И вот окно. В общем, живем мы под самой крышей в мансарде. И вот у нас вид из окна. Вот так вот прекрасно у нас. На какую-то церковь прям упираемся. Ну, в общем, ничего так. Стоил 21, да, с чем-то. 21,60, по-моему. Евро с номером. В общем, неплохо. Только единственный минус, нету чая и сахара в этом, в кухне общей. И кофе нет. Но так, в принципе, жить можно очень круто. В самом центре. Ну что, друзья. Вот мы покидаем Таллин. Было очень круто. Таллин вообще крутой город. Буду здесь неоднократно. Но еще сюда вернусь обязательно. Пятак этому городу. Просто круто. Всем советую здесь побывать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok